Всемирный день борьбы с туберкулезом уже более 30 лет отмечают 24 марта. Дата была приурочена к 100-летнему юбилею открытия немецким микробиологом Робертом Кохом возбудителя болезни – палочки Коха. Туберкулез по сей день считается одной из главных причин высокой смертности в мире. Уровень успешности лечения среди новых случаев туберкулеза является высоким. Однако полтора миллиона человек ежегодно умирают от этой излечимой болезни. Об основных мерах профилактики и лечения туберкулеза вы узнаете из интервью Натальи Шестаковой с заведующим противотуберкулезным диспансером Александром Грибом. В 1993 году Всемирная организация здравоохранения «Туберкулез» был объявлен национальным бедствием. Эта болезнь по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных заболеваний в мире. Ситуация по туберкулезу в городе Пинске, так же как в Брестской области, так же как в Республике Беларусь имеет тенденцию к улучшению. Связано это с тем, что работает и глобальный фонд на эту тему, уже начиная с 2012 даже года. В 2018 году прошла реструктуризация противотуберкулезной службы Брестской области. В связи с этим происходит более четкая регистрация случаев заболевания, более ранняя диагностика, а так же и улучшается лечение. Знаковым событием стало широкое клиническое использование новых противотуберкулезных препаратов. Внедрение новой схемы лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Проведена реорганизация бактериологической службы. Внедрены быстрые методы молекулярно-генетической диагностики. Сегодня диагноз туберкулеза специалисты могут установить за три дня. С целью ускорения этой диагностики туберкулезом, так же глобальный фонд выделяет на ближайшие три года нам финансирование. В чем это лучше? В том, что все противотуберкулезные медикаменты будут закуплены в полном объеме. Частично за счет глобального фонда, самые дорогостоящие и самые такие, которые не производятся в Республике Беларусь. А все остальные будут произведены централизованной закупкой за счет республиканского бюджета. Однако не стоит расслабляться. В природе ничего не исчезает. Палочка Коха постоянно изменяется, принимая новые формы. Она будет дремать и ждать, пока не ослабнем. Поэтому необходимо постоянно быть на чеку. Каждый гражданин Республики Беларусь должен пройти диспансеризацию, в том числе и флюорографическое обследование. Сейчас уже не от всех 100% требуется раз в год, только от тех лиц, которые имеют группу риска по туберкулезу или работают на предприятиях, которые относятся к обязательным контингентам по туберкулезу. До настоящего времени туберкулез продолжает оставаться непобежденной болезнью и представляет одну из важных социальных и медико-биологических проблем. Эта проблема привлекает внимание органов здравоохранения во всех странах и требует еще значительных усилий для ликвидации туберкулеза как распространенного инфекционного заболевания. В настоящее время у нас около 100 человек, которые являются больными за разной формой туберкулеза и которые находятся на лечении, в том числе в стационаре, часть из них, часть из них получает лечение у нас здесь в противотуберкулезном диспансере, на дому доставляем таблетки. За прошлый год в туберкулезном диспансере флюорографическое обследование прошли около 90% взрослого населения города, более 60% которых составляет спецконтингент. 89 по городу тысяч и 43 тысячи по району. Из них мы выявили больных туберкулезом в заразной форме 48 человек. А всего на контроль было назначено более 300 человек, в том числе около 60 человек с подозрением на опухоль. Не буду говорить, что это опухоль, потому что это онкологи решают вопрос. Ну а остальные пневмонии, заболевания сердечно-сосудистой системы, саркоидоз и так далее. Здоровый образ жизни, полноценное питание, позитивное мышление и, конечно же, профилактическое обследование помогут защитить нас от туберкулеза. Продолжение следует...